Друзья, всем привет! Вы на канале GGM, меня зовут Влад, специально вначале сделал такую небольшую паузу, наверняка среди моих подписчиков и зрителей найдутся те, кто отлично помнит звук двигателя 130-го. Клаксон, фары, интерьер кабины уже показал, ставьте лайк, если помните эти грузовики и может быть как-то часть вашей жизни даже связана с этой машиной, у меня по крайней мере есть большой эпизод, в свое время мой отец водил именно такую машину, причем такого цвета, единственное, что это был тент, поэтому помню, знаю, пробую. Я уже много раз пытался вывести эту модификацию в игру, но каждый раз я терпел фиаско, потому что как только ты съезжаешь на пересеченку, он упирается передней осью в какую-нибудь незначительную яму, задние колеса начинают буксовать и дальше, как человек-паук, нужно пробираться на лебедке. Но, буквально недавно мой замечательный коллега по цеху Юрьевич и по совместительству, один из самых активных комментаторов на канале, за что я им очень благодарен, попросил меня сделать небольшой заезд на этой машине. Я как бы объяснил всю трагедию ситуации, что я сам пробовал, я и сам пытался, но вот никак. И здесь как раз его вот этот призыв побудил меня еще раз взять грузовик. И, друзья, посмотрите, я вот 130-й просто не узнаю. Задний привод, да, здесь есть, конечно, понижайки плюс дифференциал, по модификации на него доступен еще и передний мост, но думаю, что более компетентные зрители подскажут, что штатно, насколько я знаю, по крайней мере, полноприводных 130-х не было. Это сейчас кулибины делают машины 4х4, так можно сказать. А 130-й всегда был исключительно с приводом на задние колеса. Кстати, прикольный кадр. Можно забрать к себе в копилку. И вот, друзья, к моему глубочайшему удивлению, я обнаружил, что, может быть, были какие-то обновления у этого мода. Может быть, его просто хорошечно нужно было нагрузить, а я даже не мог доехать до зоны погрузки спокойно. Но, посмотрите, как он месит грязь. Серега, если ты вот это видишь, смело бери эту машину, тащит она, не балуй, просто вот. Есть небольшие такие сползания у него передних колес. Они, знаете, что напоминают? Такое впечатление, как будто иногда там установлены полозья, как для передвижения зимой у снегоходов. Но загруженный он вообще отлично тащит. Я пытался взять его на Кольском. Вот прям в двух моментах, когда я только-только начинал пользоваться модами. Я ужасно обрадовался, что такая копийность 130-а вот именно с этой мордой. Потому что в моде есть еще такой более ранний вариант, когда фары находятся сверху, а поворотники внизу. Но, на мой взгляд, вот это выглядит более реалистично. Это тоже похоже, но что-то какая-то мелочь, не пойму, меня в нем смущает. А в этом все окей. Еще не совсем пока подразобрался с педалькой газа. Дергает иногда машину. Смотрится он, конечно, колоритно. Вот прям... Так, подождите-ка. Оттуда ли я еду? А то что-то как-то я заболтался на радостях-то. Так, мне нужно в сторону ЖД-вокзала. Да, сюда еду. Здесь недалеко мы, кстати, с вами собирали первые стога сена. Так что я очень долго избегал 130-го. И вот именно с захода в Сереги я решил еще раз дать шанс этой машине. И вы сами видите, тащит-то похлеще некоторых полноприводных собратьев. С одной стороны, я рад, что могу пользоваться этим модом. Воспоминаний много. Но с другой стороны... Ну-ка, давайте-ка прям в лужу сейчас бахну. Гляньте, какой внедорожник. Но с другой стороны, вот у меня чувство, что... Может быть, автору накидали сообщение. Сделай ЗИЛ-130 более проходимый. И он плюнул на все. Подкрутил там, не знаю, колеса или еще что-то. И машина поехала. На него еще как вариант, так же, как на 133-й. Помните, мы устанавливали большие арочные задние шины. Вот сюда можно поставить такие же баллоны и ехать на них. Мой первый выезд, вот перед тем, как я засел за этот рейс, я сделал хитро. Я установил на машину и передний привод тоже. Установил полную амуницию. Смотрите, как юзом идет. И думаю, ну окей, я попробую. Если где-то буду подзасаживаться, ну, подключу полный привод. Поеду так. Но, как вы видите, этого не потребовалось. Машина прет. Как танк. Хотя, не очень смотрится в нем контейнер, а по этому заданию... О! Кстати, вот здесь можем-то и подзасесть. Тоже клевый кадр отсюда, да, был? Такой снизу вверх. Давайте аккуратненько. Хотел сказать, буду хотя бы чуть-чуть держаться края земли. Ну, ладно. Сданим шеточек назад. Была не была. Ну, смотрите, как прет. Сюда бы какие-нибудь, вот знаете, такие доски, кирпичи или еще что-то. Все-таки контейнер это больше КамАЗ. По этому поручению, кстати, нужно притащить два контейнера. Один вот такой на два палета. И второй, я так подразумеваю, это длинный, двойной. Может быть, мы и двойной оттараним на нем же? Я сейчас сгоняю до магазина прицепов, потом прицеплю, да, съездим. Давайте перемотаю асфальт немножечко. Подъезжаем к ЖД-станции. Именно сюда нужно сгрузить контейнер. Я так предполагаю, скорее всего, куда-то за ангар с картошкой. Ну да. Друзья, если вам понравилось видео, накатило ностальгии так же, как на меня, и вы хотите чаще видеть 130-й в моих роликах, поставьте лайк и напишите комментарий, что ролик клевый, классный. Давай побольше классики. Окей? Супер. Тогда буду с вами прощаться. Напомню, что если вы еще не подписаны на мой канал, то самое время это сделать, а то пропустите что-нибудь интересное. Ведь видео у меня выходят каждый день. Все. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.